То, что компания Rockstar занимает самые передовые, практически недостижимые позиции в жанре криминальных сэндбоксов вместе со своей GTA, неоспоримо. Однако время от времени ей прямо-таки наступают на пятки. Ближе всех к Rockstar удалось подобраться небезызвестной компании Volition, которая на время забросив свою серию игр про восстание марсианских шахтеров, создала клон GTA такого качества, который не стыдно поставить на полку рядом с оригинальной игрой от Rockstar. И имя этому клону — Saints Row. Субтитры создавал DimaTorzok 29 августа 2006 года Volition и THQ выпускают первую часть этой серии игр для консолей Xbox 360. Это единственная часть, которая вышла эксклюзивно на одной платформе. Хотя изначально разработчики уверяли, что собираются портировать эту игру и на PlayStation. От этой идеи они вскоре отказались, решив посвятить время не портированию, а разработке полноценного сиквела. Конечно, у нас первая часть Saints Row осталась практически незамеченной, и это хороший повод вспомнить, чем она смогла нам запомниться. Действие игры разворачивается в городе Steel Water. Естественно, город вымышленный, однако без труда можно заметить, что прототипами для его создания послужили Чикаго, Детройт и даже Канзас-Сити. Город большой, с развитой инфраструктурой, и даже просто вродить по нему одно удовольствие. Однако обилие враждующих между собой банд и преступных кланов Steel Water не позволяет вам рассчитывать на беспечную прогулку. Собственно, на противостоянии криминальных элементов и строится сюжет игры. В самом начале наш безымянный персонаж попадает в большую заварушку, устроенную тремя основными бандами. Его спасают представители банды Third Street Saints, к которой он позже примыкает. Кроме нее в Steel Water действуют три преступные группировки, между которыми и поделен весь город. У каждой из них свои порядки и специализация. Когда главарь банды Third Street Saints излагает ее идеологию, кажется, что это наименее отмороженные представители криминального мира. Дескать, они хотят прекратить вражды между бандами и восстановить порядок в городе. При этом специализируются Third Street Saints именно на бандитских нападениях и перемещаются по городу группами не менее чем по 10 человек. Но нам это даже на руку, поскольку при необходимости коллеги смогут всегда прийти на помощь главному герою. Los Carnales — банда, специализирующаяся на оружии и наркотиках. Состоит она из колумбийцев и выходцев из Восточной Европы. Причем у этой банды есть реально существующий прототип — Техасский синдикат. Проституция и азартные игры — вот чем промышляет банда Vice Kings. Правда, помимо теневого бизнеса, у них есть еще и вполне легальный рекорд-лейбл под названием Kingdom Come Records. И благодаря этому бизнесу глава группировки Vice Kings имеет еще и серьезное политическое влияние. Кстати, названием своим группировка пародирует сразу две чикагских банды, зовущихся Vice Lords и Leighton Kings. Если вы смотрели фильм «Форсаж», вам должно быть понятно, чем занимается банда West Side Rollers. Угнанные автомобили и нелегальные гонки — вот их промысел. Не сложно догадаться, с какими представителями криминальных кругов нам предстояло общаться в процессе прохождения 37 сюжетных заданий, чтобы постепенно, шаг за шагом, помочь святым Третьей улице прибрать город к своим рукам. Когда весь мир участвовал в разборках Сан-Андреас, уровень качества Saints Row приблизился к четвертой части GTA. В ней все было отлично, начиная с качества картинки и заканчивая озвучкой знаменитых голливудских актеров. Тем самым разработчикам удалось создать великолепную альтернативу серии GTA в плане кинематографичности. Но было ли все так же хорошо с самой игровой составляющей? С геймплеем разработчики не стали заморачиваться. Фактически перед нами более-менее точная копия GTA. Точно так же нам доступен большой открытый город, в котором мы можем творить любые непотребства, ну или просто проходить сюжетные и второстепенные миссии. Однако разработчики все-таки постарались внести в игровой процесс некоторые изменения. Например, у главного героя был сотовый телефон. И это почти за два года до выхода GTA 4. При этом телефон — не декоративный аксессуар, а вполне функциональный инструмент. Можно вызвать подмогу или экстренные службы. Ну и, конечно, через телефон вводятся чит-коды. Можно добавить, что Saints Row, без сомнения, стала одной из лучших эксклюзивных игр для Xbox 360. Это оценили все практически без исключения. Ну а довольные разработчики начали работать над продолжением. 14 октября 2008 года была выпущена вторая часть Saints Row. И в отличие от серии GTA, где в каждой новой части нас встречал новый герой, разработчики из Volition решили продолжить историю знакомого нам по первой части безымянного протагониста. Правда, теперь нам позволили полностью переработать его внешность, списав это на чудеса пластической хирургии. Да и про магазины модных вещей и тату-салоны разработчики не забыли. Причем внешность персонажа влияет на его авторитет. Кстати, сама система авторитета является одним из главных нововведений второй части игры. Игрок, выполняя второстепенные миссии, повышает свой авторитет, за счет чего можно получить доступ к новым, ранее недоступным заданиям. Вторым нововведением стал мультиплеер, представленный двумя режимами. Первый — кооперативное прохождение, а второй — друг против друга. Сюжетно игра является прямым продолжением серии Saints Row, и ее действие происходит через пять лет после окончания первой части. Главный герой бежит из тюрьмы, спасает своего лучшего друга и коллегу по банде Джонни Гетта. Вместе они отправляются обратно в город Стилуотер, который сильно изменил свой облик. Постаралась корпорация «Алтер», а также новые преступные группировки, захватившие город. Наши герои решают воссоздать свою старую банду «Святые с третьей улицы» и вернуть контроль над городом себе. Населяют же Стилуотер самые разнообразные подонки. Вот полный список. Дети Самеди — растаманы, поклоняющиеся некому богу смерти Самеди. Ранины — японцы, похожие на Якудза. Они захватили северные территории Стилуотера, где беспрепятственно разъезжают на спортивных авто и мотоциклах. Братство — жители бедных кварталов, отбросы общества. Любят мощные пикапы, татуировки и тяжелую музыку. Всегда носят с собой что-то вроде лома или молотка, так что становятся опасными противниками в рукопашную. Сутенеры. В принципе, это неорганизованная банда, но если ударить одного из них, налетит целая толпа. А в рукопашную с ними сложно справиться. У каждого жизни столько же, сколько и у героя. Разъезжают на красивых авто, претерпевших визуальный тюнинг, и оружие не используют. Алтер. Компания, в прошлом занимавшаяся пошивом одежды, но после гибели мэра из первой части игры прибрала к рукам все — магазины, торговые центры и радио. Их эмблема находится на всех плакатах и билбордах в центре города. Они даже устроили свою систему безопасности в пределах нескольких кварталов, ранее бывших главным районом святых. И хотя после выхода GTA IV разработчикам стоило бы придумать какие-то кардинальные нововведения, они решили ограничиться только количественными улучшениями. Возможно, в данном случае это не так уж и плохо. Мы получили отличное и достаточно безбашенное продолжение хорошей игры. Правда, из-за недостатка новых идей игра получила достаточно спорные оценки и особенно низко оценили версию для PC, которая вышла криво портированной и забагованной. Но тем не менее, Валишин сделали отличную игру для фанатов первой части, которых и без того было достаточно много. Плюс ко всему, за счет большого охвата платформ игре удалось завоевать и новых поклонников. Однако после выхода второй части Валишин забыли про эту серию на долгих три года. Однако очередное приключение Банды Святых, судя по показанным роликам, будет еще более насыщено действием, стрельбой и атмосферой безумия. Об этом же свидетельствуют дополнительные материалы, которые Валишин обещает всем предзаказавшим игру. Более подробно об игре рассказывает превью на диске. Ну а пока можно точно утверждать, что Валишин сделает все, чтобы удержать планку, заданную первыми играми серии. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова